Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Мариуполе и Красноармейск замерли в ожидании. В воскресенье 29 ноября здесь пройдут местные выборы. Это уже вторая попытка провести голосование. Первая 25 октября была сорвана. Поэтому завтра за ходом и итогами голосования будет следить вся страна. Сегодня же в Красноармейске и Мариуполе день тишины. Запрещена любая агитация за кандидатов. На избирательных участках последние приготовления. От предвыборной гонки в Мариуполе остались лишь обрывки агитационных плакатов на бигбордах. Большинство горожан настроены позитивно. Надеются, что хоть и со второй попытки, но все же смогут сделать свой выбор. Пойдем, а что дома сидеть. Потом будем жаловаться, что опять сегодня так все плохо. Конечно, чтобы кто-то изменится. Лучше мы выбираем власть. Потому что мы народ. Мы должны идти и выбрать того, кого мы желаем. Обязательно пойдем. Мы надеемся, что будут какие-то изменения к лучшему. Дурдом же хватит, что должен когда-то. Я пойду завтра на выборы. В любом случае. Потому что это мой долг как гражданин Украины. В Мариупольском терезбиркоме подтверждает к избирательному процессу готовы все участки в городе. Председатель ТИК признается, в процессе подготовки между членами комиссии возникали конфликты. Но все они уже исчерпаны. У нас были некоторые сложности, связанные с тем, что мы коллегиальный орган. И члены от разных субъектов представлены с трудом проявляли доверие друг к другу. Тем не менее, я считаю, что большинство противоречий все-таки устранены. Мы находим общий язык. Мы решаем все технические вопросы. В субботу для членов участковых комиссий проводят последний инструктаж. Значит, в 8 часов мы закрываем избирательную комиссию нашу, закрываем участок и начинаем подсчет голосов. В районных комиссиях Мариуполя, уверяя, пересчитали все полученные из столицы бюллетени. Бюллетени переданы на участки, просчитаны. Не составлен ни один акт несоответствия, потому что все соответствует согласно актам передачи. Я хотела бы просто обратиться ко всем, чтобы все пришли завтра на участки и проголосовали. Потому что проделана колоссальная работа. Участки готовы на 100%, комиссии готовы. Общественную безопасность в Мариуполе в день голосования будут обеспечивать более тысячи правоохранителей. В городе также дежурят спецподразделения МВД. Усилен контроль на блокпостах. Мы увеличили численность полицейских до 10 сотрудников полиции. Это с учетом того, что там же несут службу сотрудники Национальной гвардии МВС Украины. Останавливаем буквально весь транспорт. Организовано будет патрулирование и в ночное время. Активно, усиленно и непосредственно сотрудниками спецподразделения полиции с использованием бронетехники. Глава нацполиции Донеччины заверил, силовики предприняли все меры безопасности, чтобы не допустить терактов. В усиленном режиме будут работать и на блокпостах в Красноармейске. До 8 вечера 30 ноября. Ольга Петрова, Максим Суражский и Сергей Чакрыгин. Телеканал Донбасс. 15 миллионов гривен пообещал выделить на поддержку правоохранителей Донеччины губернатор области Павел Жибривский. Об этом он заявил сегодня во время вручения будущим полицейским ключей от автомобилей марок Рено и Фольксваген. Одна машина для дежурной части, вторая для взрывотехников, чтобы те могли обследовать территорию города и обезвреживать опасные предметы. Жибривский также сообщил, миллионы гривен для полицейских уже заложены в бюджете 2016 года. Часть из них потратят на жилье для правоохранителей. На оставшиеся деньги пополнят транспортный парк. Тот же автопарк, який был, частина величезная, залишилась в Донецьку. Но мы договорились, когда приезжал министр внутренних справ, когда постанет новая полиция, когда пройдут учения и в Краматорске, и в Словянске, и в Маріуполе. Из запасов, скажем так, министрства внутренних справ, нам будет выделено нашему гарнизону полицейскому достатня кількість автомобілів. Минувшие сутки на Донбассе прошли относительно спокойно. В штабе АТО зафиксировали 10 обстрелов. В неприцельный огонь ввелся в районе Луганского, Авдеевки, Марьинки и Зайцево под Горловкой. Применялись на передовой минометы 82-го калибра, гранатометы и пулеметы. В Луганской области одна из главных задач украинских военных на сегодня борьба с диверсионными группами. Так в одном из кафе города Счастье армейцы обнаружили тайник с боеприпасами. Переселенцы из Донецка, Горловки, Иловайска, Дебальцево, Широкино, Лебедино намерены добиваться от России материальной компенсации. Более 600 человек подготовили соответствующие документы и в ближайшее время планируют передать материалы в Европейский суд по правам человека. Репортаж Татьяны Ураловой. Здесь больше 600 обращений. Правозащитнику Александру Клименко предстоит изучить огромное количество бумаг. В каждом файле искалеченные судьбы, крик о помощи. Скоро эти документы юрист направит в Страсбург, так как их считают доказательством грубого нарушения Европейской конвенции по правам человека. Россия является подписантом этой конвенции. И поскольку при ее участии происходят события в Донбассе, то она несет прямую ответственность за те последствия, с которыми мы столкнулись. Лилия Щербакова из своего двухэтажного дома в районе Донецкого аэропорта бежала с двумя детьми еще летом прошлого года. Женщина говорит, компенсацию материального и морального вреда от Москвы хотят получить те, кто сейчас фактически находится на грани выживания. Это люди, которые пострадали, которые лишились жилья, которые с семьями, жилья, работы, бизнеса. Те люди, которые с семьями приехали в Мариуполь в ожидании, в надежде на то, что война закончится в течение месяца, может быть полтора, может быть двух. Ну вот так вот и остались на полтора года. Истории переселенцев похожи. За нарушение прав и свобод. Переселенцы намерены требовать в европейском суде сотни тысяч долларов. Татьяна Уралова, Александр Давиденко. Специально для телеканала Донбасс. Брошенные на произвол судьбы матери-одиночки в поселках на линии соприкосновения едва сводят концы с концами. Без работы и социальной поддержки они надеются лишь на благотворителей. Пять с половиной миллионов наборов выживания раздал штаб Рената Ахметова. И эта помощь крайне важна, особенно накануне холодной зимы. Татьяна Блинова продолжит тему. Трехлетняя Вика родилась с зайчей губой. Несмотря на возраст, малышка уже стесняется своей внешности. Ребенку нужны несколько операций. Но у матери-одиночки денег не то, что на врачей. На еду едва хватает. Ну что мне делать? У меня не от кого помощи ждать. Я одна с ребенком. 330 гривен помощи. Столько ежемесячно Ольга получает от государства на ребенка. Работы в поселке нет. Чтобы выжить, мать оставляет малышку на соседку и едет подрабатывать в соседнее село. Прихожу с работы. Она сразу ня-ня в ротик показывает кушать. Ребенок любит сладкое, булочки, печенье, а особенно сгущенку. Но побаловать этим малышку женщина не может. Когда узнали, что в гуманитарной помощи Рината Ахметова есть эти сладости, стеснительная Вика согласилась пойти с мамой за продуктовым набором. Сгущенка, сахар, горох, литр масла, три банки консервы, две банки паштета. Вера Гурова тоже мать-одиночка. За гуманитарной помощью Рината Ахметова женщина пришла с детьми. У нее их семеро. Самому младшему пять лет. Семья едва сводит концы с концами. Как-то выкручиваемся, свиней держим. Ну это спасибо, вот помощь дают. А так... Жителей поселков, так называемой серой зоны, объединяет одно. Война коснулась тут практически каждого. Люди везде одинаковые, везде несчастные, везде нуждающиеся. Видно, что отпечаток есть от происходящих событий в их жизни. За полгода работы мобильные волонтеры штаба Рината Ахметова уже роздали около 70 тысяч продуктовых наборов. Еще 10 тысяч люди в серой зоне получат до конца года. Когда замедет, у нас не будет ни хлеба, никаких продуктов, поставок не будет. Вот, а помощь нам дает. Месяц уже прожить мы можем спокойно. Всем волонтерам и огромное спасибо Ринату Ахметову. За все время работы гуманитарный штаб Рината Ахметова роздал мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения 5,5 миллионов наборов выживания. Татьяна Блинова, Людмила Горбыч, Валерий Рябченко, Телеканал Донбасс. Жертв голодоморов сегодня вспоминают в Украине. Ровно в 16 часов по киевскому времени память миллионов погибших украинцев почтили общенациональной минутой молчания. С теми, кому удалось пережить голод, встретились и пообщались наши корреспонденты. Тамаре Иосифовне в 32-м было 3 года, но ужасы голодомора навсегда врезались в память. У нас соседка порубала своих детей, двоих. Она говорит, я молодая, еще буду рожать детей, а я умираю. Только официальных случаев людоедства в 33-34-м зарегистрировано более двух тысяч. На самом деле их было куда больше, говорят историки. Они уже доказали, голод был искусственным. Это было для того, чтобы, прежде всего, застрашить все селянство и выморить частину. И с того, позже те, что остались, они бы уже стали хорошими винтиками. Нормы заготовок зерна и других продуктов сделали неподъемными. Отбирали последние. Одним из самых жестких инструментов голодомора стало постановление от 7 августа 32-го года, позже получившее название «Закон о трех колосках». Оно предусматривало суровое наказание за кражу госимущества. Нередко за несколько срезанных с колхозного поля колосков карали тюремным сроком от 10 лет, с конфискацией имущества или даже расстрелом. А осужденные не подлежали амнистии. По этому закону осудили более 180 тысяч человек. В архиве СБУ показали уникальный документ. Инструкцию, подписанную Сталиным, с разъяснениями, как применять наказание. Есть групповая справа на Талашко Григория Григоровича и других. Так написано. За справой проходят 19 людей, селян Харьковской области. Людей обвинувачено, в частности, в том, что они украли кто? Три пуды хлеба, зерна, кто? Пять пудів. Наказание больше десяти лет тюрьмы. Многие оттуда не вышли. За три колоска поплатились жизнью. Эти три колоска могли спасти жизнь людей погибших. В память я хочу спечь хлеб из трёх колосков. Руки не слушаются. На Тамара Цибулько берётся печь хлеб. Неслыханная роскошь по тем временам. Пшеничные зёрна. В 1933-м хлеб пекли из перемолотых листьев. В лучшем случае добавляли шелуху проса и гречки. Бабушка приносила, что только можно было. Какие-то лужпайки такие, что на ним картошки не было. На Голосеевске там было два озера. Там один ловил этих жаб. И эти жабы он лапки снимал. Так мы еле упросим одну-две жабки, так бабушка сделает суп. Горькие блины из камышей, каша из крапивы. Ели всё. Подшись скот, червей и пауков. Не было ни котов, не было ни собак. Всё кушали, всё, что могли. Миллионы украинцев хлеба так и не дождались. Эту буханку Тамара Цибулько испекла в память о них. 28 ноября начинается рождественский пост. На протяжении 40 дней верующие стараются чаще посещать храм и отказываются от мясной и молочной пищи. Елена Виток продолжит. В православных храмах с самого утра идут богослужения. Сегодня для прихожан особенный день. Начался рождественский пост. Верующие отказываются от мясной и молочной пищи. Можно вкушать рыбу каждую субботу и воскресенье. Пост – это по православным пониманиям не только воздержание пищи, это не диета, это прежде всего духовная работа. И во время поста церковь призывает всех верующих принести покаяние перед Богом, совершить таинство, исповеди, причастие. Валентина Владимировна 12 лет назад смогла побороть рак. По словам женщины, для больных людей соблюдение поста является испытанием. Поэтому, говорит, к резкому ограничению в пище стоит относиться с осторожностью. Раньше ведь постились, и люди были здоровей. Сейчас, мне кажется, мы злоупотребляем. Появилось очень много людей таких тучных. Поэтому посты, я думаю, что надо. Постное меню уже составили во всех ресторанах и кафе «Красноармейска». Там, говорят, чаще всего в пост заказывают вегетарианскую пиццу и овощные салаты с добавлением различных соусов и приправ. Ложим все ингредиенты, которые у нас входят. Памятончики, грибочки. И заправочкой поливаем. Традиции соблюдать рождественский пост уже более полутора тысяч лет. Духовенство призывает людей ограничить себя не только в еде, но и в дурных поступках. Елена Витов, Владимир Пельгук, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом наш выпуск завершается. Я обращаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова